Всем привет! Загадочное великолепие! Даже самых заядлых грибников некоторые грибы могут удивить своим необычным внешним видом. А что же тогда говорить о тех, кто видел только шампиньоны на полках в магазине? Итак, самые необычные грибы в мире. Люминесцентный гриб. Гуляя где-нибудь в Японии, можно натолкнуться на странное растение и с непривычки испугаться. Растение будет напоминать гриб, но будто бы облитый какой-то зеленой фосфорной краской. Знающие люди, конечно, усмехнутся. Они-то знают, что эти растения никто ничем не обливал, что перед ними настоящие грибы, которые еще называются биолюминесцентными. Биолюминесценция – невероятная способность живых организмов излучать сияние. Такое явление связано с химическими процессами организма и высвобождением энергии, выделяющейся в форме света. Способность сиять наблюдается не только у грибов, но и, например, у светлячков и некоторых видов медуз. Казалось бы, неоновые грибы – они могут быть только в фантастических фильмах, но они действительно существуют. Грибы с необычным сиянием растут в Бразилии, Японии, Мексике, Пуэрто-Рико, Индонезии и Малайзии. Их количество значительно увеличивается в сезон дождей. Съедобны ли они – неизвестно. Так как мало кто отважится пробовать светящиеся блюда. Растут они у основания стволов деревьев, рядом со сломанными ветками, на листве и просто сыром грунте. Ночью можно наслаждаться красивейшим видом, созданным самой природой. Еще одним необычным представителем царства грибов является голубой гриб. Распространен он в Новой Зеландии и Индии. Расцветка у него лазурная, но при этом споры красноватые. Окраску ему придает пигмент азулин. Данный пигмент можно встретить в определенных количествах в растениях, но наибольшее его содержание бывает в беспозвоночных обитателях, которые живут на морском дне. Хотя это очень красивые грибы, пробовать их не стоит. Они несъедобны, но ядовитый ли – неизвестно. В пищу он не употребляется и учеными отмечен, как несъедобный. Любопытно также, что такой цвет растений больше нигде в природе не встречается. Обычно гриб растет среди мха, папоротников или опавших листьев. Его шляпка достигает в диаметре 4 см. И благодаря ее конической форме гриб выглядит так, словно пришел из сказки или детского рассказа. При этом встречается он довольно-таки редко. Чаще всего небесно-голубой гриб растет одиночно, а не семействами. В редких случаях можно встретить 2-3 гриба, растущих очень близко друг к другу. Впервые он был описан в 1866 году. Эта разновидность была одним из 6 видов грибов, показанных в ряде грибковых публикаций, выпущенных в Новой Зеландии в 2002 году. Небесно-голубой гриб в Новой Зеландии даже поместили на денежную банкноту государства, как символ уникального и удивительного растения, которое произрастает только в отдельных регионах страны. Голубой гриб замечен на обратной стороне банкноты номиналом 50 долларов, выпущенной Резервным банком Новой Зеландии в 1990 году. Удивительный гриб кровоточащий зуб. Другие названия. Ежевик кровоточащий, кровавый зуб, клубника со сливками, дьявольский зуб или слезы дьявола. Несъедобный, но нетоксичный. Выглядит очень необычно. Пробовать эту странную массу на вкус вряд ли кому-то захочется. И стоит отметить, что вкус мякоти невероятно горький. Обнаружено, что плодовые тела кровоточащего зуба растут в одиночестве, разбросаны или сгруппированы вместе на земле под хвойными деревьями, часто среди мхов и хвои. Почему этот зуб называют кровоточащим? Потому что в молодом возрасте во время активного роста его шляпка выделяет красную прозрачную жидкость, похожую на капли крови. Потом в этих местах на шляпке остаются дырочки и бурые пятна. Кровавый зуб обладает интересной способностью обволакивать собой. Обрастать иголочки, веточки, кустики, брусники. Старые ежевики бывают насквозь утыканы народными телами. Гриб широко распространен в Северной Америке, особенно на северо-западе Тихого океана. Его ареал простирается на север, к Аляске, и на восток, к Северной Каролине. Вдоль побережья Орегоны его находили под сосной. Помимо Северной Америки, гриб широко распространен и в Европе. Его присутствие было задокументировано в Италии, Германии и Шотландии. Его встречают и в других странах Европы, но намного реже. Растет одиночно или небольшими группами на кислых почвах в хвойных лесах. Есть мнение, что этот гриб предпочитает бедные кислые песчаные почвы. Еще один удивительный гриб – птичье гнездо. Грибы птичьи гнезда растут в Новой Зеландии. Гриб имеет оригинальную форму, благодаря чему и получил свое название. Такая форма плодовых тел служит для распространения спор. Плодовые тела у молодых грибов шаровидные или булавовидные. У зрелых имеет вид гнездышек или кубков, в которых лежат округлые или яйцеобразные тельца, так называемые яйца. Это покрытые защитным шаром споры. Споры бесцветные, гладкие или псоидальные. Грибы живут на гниющей древесине или на почве. Как правило, грибы растут мини-группами, в которых тела срастаются между собой. В яйцах-спорах скапливается дождевая вода. Когда они полностью наполняются, то разрываются, а споры разлетаются на расстоянии до 1 метра. Пищевого значения гриб птичье гнездо не имеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ежевик грибенчатый Оригинальный гриб напоминает собаку-боротый бобтейл. Хотя ежевик грибенчатый имеет необычный внешний вид, его можно употреблять в пищу. Эти грибы растут в Китае и на Кавказе. Этот съедобный, крупный, но малоизвестный гриб имеет и другие названия. Иногда его называют львиной гривой, пом-пом, герицием грибенчатым, дедушкиной бородой или грибной лапшой. Большинство этих наименований сформировались в народе, так как внешний вид гриба действительно напоминает что-то лохматое с космами или иголками. А вот китайцы прозвали его Хоутоугу, что переводится как обезьянья голова. Японцы тоже придумали свое название для ежевика Ямабушитаки. Растет данный вид на мерзвой древесине, на павших бревнах и пнях. Предпочитают дуб, орех, клен или бук. Особенно распространен на местах спилов, в дуплах, на обломанных ветках. Теплый влажный климат – любимая среда для ежевика. Плодоносят они с августа по октябрь. Ежевики грибенчатые также выращивают искусственно. В кулинарии этот ежевик ценится как диетический гриб для здорового питания. Он насытит ваше блюдо новыми ароматами. Вкус этих грибов напоминает мясо креветок. Также он интересен медицинском аспекте, поскольку обладает широким спектром действия на функции организма. Ежевик имеет большое количество биологически активных веществ.